Когда я предлагал показать еще 10 фишек взамен на 5000 лайков, я как-то не предполагал, что вы их соберете за несколько часов. В ответ за такой актив я собрал для вас сразу 15 фишек. Это точно последняя подборка на ближайшее время, ибо фишки в игре не бесконечные, а высасывать видосы из пальца я как-то не хочу. Это конечно не значит, что лайки под роликом можно не ставить, но да, продолжение пока не планируется. Для тех, кто еще не смотрел предыдущие две части, в описании лежит ссылка на плейлист, в котором общее число фишек постепенно подходит к четырем сотням. Но мы в проходе не задерживаемся, вашему вниманию ламберджек инструменты не требуют изучений. Купив ламберджек пак, ты можешь крафтить металлическую кирку и топор без верстака и блюпринтов. Стоит этот набор безумные 1600 рублей, но с другой стороны ты за эти деньги получаешь сразу 5 скинов. Следующие две фишки позволят тебе гарантированно слутать чинук. При помощи коптера или коровы можно уничтожить чинук, просто протаранив его. Лут из чинука при этом выпадет туда, где произошло столкновение. Чтобы залутать чинук, достаточно лишь скрафтить билдинг план и настучать пару тысяч камня. В тупую застраиваем коробку с лутом и ждем ее открытия. Четвертая лодыжка. А с этой инфы у меня вообще немножко отвисла челюсть. Оказывается, все это время в игре можно было подкрадываться к любому животному сзади, если он на тебя не смотрит. Само по себе это не то чтобы безумно полезно, но вот следующая фишка точно взорвет тебя мозг. Пятая подпишишка. Я рассказал тебе уже кучу способов отагрить от себя медведя, ничего для этого особо не сделав. Но все эти способы не подразвивали под собой убийство этого самого медведя. А что если я скажу тебе, что просто забежав медведю за спину и присев, можно довести его до ло хп и спокойно добить даже обычным копьем. Лютейший эксплойд, как по мне. Довольно угарная история, но трубу можно запихнуть в турель. Даже и не знаю, много ли в этой фишке вариантов применения, но как минимум тиммейтов развеселить ты теперь точно сможешь. Седьмая жми на колокольчикышка. Чтобы обойти все стимовские ограничения на пополнение счета и сэкономить в обосик на покупке игры, просто воспользуйся сервисом GGSell. Это не просто магазин ключей, а целый рынок, где можно продать свой товар или купить чужой. Траст вот нынче можно найти за 4 сотки с гарантией от продавца, что втрое дешевле, чем на стиме. Да его еще и попробуй по полне. Помимо игр тут продаются подписки на сервисы, антивирусы, программы, в общем любые электронные товары. И само собой, ты тоже можешь стать продавцом. GGSell следит за тем, чтобы все было по-честному, обеспечивает техподдержку и работает исключительно за комиссию, никакого обмана. Ссылку на сервис я оставлю в описании, смотри не потеряй. Восьмая вышка. Весьма забавная фишка, которая поможет тебе точно не потерять свой клад. В стэш можно положить пейджер, и он будет издавать звук прямо из-под земли. Жаль, что стэши очень небезопасны, и есть миллион багов, которые позволяют их легко находить. А то можно было бы целый подземный склад забабахать на этих пейджерах. Девятый домишко. На стэш можно также налепить и взрывчатку. Я не уверен, диспаунится ли установленная на стэш С4, думаю, что нет. Но если ты играешь с богатым кланом, то при помощи этой взрывчатки можно заминировать определенное место около базы и подрывать рейдера в самый ответственный момент. Если прислонить торгомат к стенке, то получится небольшая нелутаемая лутовая. Такую можно разместить на крыше базы, например. И для доступа к ней достаточно просто поставить соломенную крышу рядом со стенкой. Стенка откроется, и у тебя появится доступ к торгомату. Быстро разрушить стенку и вылететь из-за нее с пайпой – это отличный ход, но есть одна проблема. Пока ты возьмешь в руки ружье, от эффекта внезапности ничего уже не останется, именно поэтому предлагаю поступить вот так. Берешь в руки киянку, зажимаешь ПКМ, переключаешься на слот с оружием и теперь можешь спокойно сносить стену и разбивать голову рейдеру. Помнишь баг, при помощи которого можно было залутать свой труп через стену? Нужно было прижаться к стене спиной и поднять голову вверх, после чего кельнуться. Оказывается, у этого бага есть и обратное применение. Абсолютно тем же способом можно заглянуть в дом к соседу, пронюхав где у него находится лут, шкаф или просто пустые буферки. Новая система пингов пока очень недоработана, поэтому на данный момент с помощью бинокля можно обнаружить противников под водой. Раньше было видно даже через кусты, но теперь уже пофиксили. Думаю, отображение маркера под водой тоже скоро отключат. Учти, что чтобы маркеры отображались, нужно включить в настройках параметр отображения ников. Ну а следующие две фишки я взял из телеги с багами. Да, мы подумали и решили, что теперь там будут публиковаться не только баги, но и фишки по игре. И оплачиваем присланные фишки мы так же как и баги. Самое главное в строительстве фермы это оптимизация расходов. Сейчас я расскажу тебе, как сэкономить кучу ресурсов на системе водоснабжения. Вместо того, чтобы подключать разбрызгиватель к постоянному питанию, построй вот такую вот простейшую схему. Установив тайминги, как на видео, потребление воды уменьшится в разы, а значит ты сможешь сэкономить на помпах, опреснителях и насосах. Ну и на электричестве, само собой. Ведь вся эта схема потребляет меньше электричества, чем один опреснитель вместе с насосом. Выставление задержки на нижнем таймере определяет, как много воды будет подаваться в грядке. Ты выпил чай на фарм и вдруг понял, что наступает ночь? Не беда, просто выйди с сервера и время действия чая перестанет расходоваться вплоть до тех пор, пока ты не вернешься в игру. Видел вот эти красные полосы в характеристиках инструментов? Не все знают, для чего они нужны. А нужны они для того, чтобы узнать, сколько тех или иных ресурсов потеряется при добыче этим конкретным инструментом. Как видишь, при разделке животных металлическим топором ты ничего не потеряешь. А вот каменный подойдет для разделки не так хорошо. А еще по какой-то причине металлический топор хуже подходит для рубки дерева, чем топор, собранный из говна и палок. Как и прежде, все фишки найдены и тут и там, а борцы за авторское право идут лесом. Следующий ролик, по идее, будет уже по настройкам игры. Я на него уже какое-то совершенно немыслимое количество времени потратил, и дело постепенно двигается к монтажу. Не забудь подписаться, если до сих пор смотришь мои видео через рекомендации, и бей в колокольчик, если хочешь первым прознать все тонкости настройки игры. До следующих видео!